Программу зимней спартакиады сильнейших спортсменов страны сегодня продолжили лыжные гонки. Лучших на трассах «Жемчужины» Сибири выявляли в командном спринте свободным стилем. Из-за низкой температуры гонки могли перенести на другой день, но в итоге решено было сократить дистанцию. Кто сегодня считается сильнейшими лыжниками России? Александр Большунов и Вероника Степанова, представляющие Архангельскую область. Они в дуэтах с Савелием Коростелевым и Марией Истоминой стали победителями. О какой тактике вообще договорились? Нет, какой. Я к нему подошел, говорю, босс, что делаем? Он говорит, там пара движений и нормально, разберемся. Если оба золота достались Архангельской сборной, то бронза в том же количестве уехала в Татарстан. Серебро в мужской гонке досталось второй московской команде. Все мы люди, можно бороться. Все сделал возможно и получилось выиграть его на финише. Спасибо сервисменам за отличные лыжи. И получается, пара томик не подвела. Третий день уже на них бегу подряд. Тюменские мужские тандемы попали в цветочную церемонию. Евгений Белов и Артем Мальцев показали седьмое время. Денис Спецов и Иван Якимушкин финишировали на восьмой позиции. Но без медалей сборная нашей области не осталось. Елизавета Пантрина и Татьяна Сорина, несмотря на то, что у Лизы во время гонки сломалась палка, взяли серебряные награды. Конечно, золотая медаль была бы лучше, но в принципе, учитывая все условия и состояние, довольна на четверку. В моей карьере не самая холодная гонка, но на спартакиаде самый холодный день, еще и ветреный, поэтому действительно было холодно. Завершат лыжную программу всероссийской спартакиады 17 и 18 февраля масс-тарты классическим стилем на 50 километров.